Жилищно-коммунальные преференции. Согласно федеральному закону, инвалиды или семьи, воспитывающие детей инвалидов, имеют право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммуналки за счет средств федерального бюджета. Если жилье в собственности, 50% от платежа, что называется деньгами лично в руки, за газ, воду, электричество и тепло. Если квартира муниципальная, плюсом к этому половина платы за услуги управляющей компании. Льгота получателей в Иванове больше двух тысяч. Еще есть такая мера поддержки, как компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. Она предоставляется детям-инвалидам и гражданам, имеющим детей инвалидов. Соответственно, в жилом помещении, относящемся к частному жилищному фонду. Мера носит заявительный характер. В территориальный орган соцзащиты необходимо предоставить оплаченные квитанции за 12 месяцев и документы, удостоверяющие личности, право собственности. Группа инвалидности роли не играет. Мама особенного ребенка Светлана Небова пользуется правом на компенсацию. Сумма ей ежемесячно приходила на карту. Однажды женщина решила попросить детализацию счета и выявила интересную закономерность. В разделе «Отопление» фактическая сумма возмещения существенно меньше, чем та, которую выставляет управляющая компания. Управляющая компания выставляет мне за отопление 28 рублей 4 копейки за квадратный метр, а соцзащита возмещает мне из расчета 20 рублей 43 копейки за квадратный метр. То есть разница практически 8 рублей. Умножаем на квадратные метры, на социальную норму, на квадратные метры, на количество месяцев в году и получается достаточно приличная сумма. Женщина обратилась в соцзащиту. Там ее отправили к коммунальщикам. Они в свою очередь верили обратиться в департамент. Круг замкнулся. Разрушить его теперь может только прокуратура, в которую Светлана уже обратилась. Глава особенной семьи подсчитала. В год ей недоплачивают примерно 2,5 тысячи рублей. Сумма небольшая, но любая копейка для бюджета мамы-инвалида на счету. Мы все равно все эти деньги в первую очередь отдаем, тратим на наших детей. Потому что для нас это очень важно. Для нас важно видеть, как наш ребенок радуется. Видеть, как он чего-то добился в этой жизни, там сделал элементарный первый шаг. Например, мой ребенок, он ходить может только в специальной ортопедической обуви, которая стоит очень дорого. И, конечно, я рада любой сумме, которая у меня получается каким-либо образом получить. В соцзащите нам пояснили, сведения о фактическом потреблении из приборов учета подает управляющая компания. Расчет производится исходя из 50% в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг. Расчет из среднемесячного объема потребления. Берется количество потребленных коммунальных услуг за 12 месяцев перед месяцем обращения. Производится расчет годового потребления, делится на 12 месяцев. И вот этот объем сравнивается с нормативным. Если он меньше норматива или равен нормативу, то льготируется в этом объеме. Если больше норматива, то ограничивается нормативом. Ситуация Светланы оказалась настолько запутанной, что разобраться с ней быстро не получилось ни у нас, ни у чиновников, ни у коммунальщиков. Женщину еще раз попросили предоставить документы в территориальный орган. Будет рассмотрен вопрос о перерасчете. Остальным родителям детей-инвалидов есть чему поучиться и у семьи Небовых. Прежде всего, внимательности и умению добиваться правды. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.